Коми отпраздновала вековой юбилей. Грандиозное шоу прошло в самом сердце столицы республики на Стефановской площади. Концерт длился больше четырех часов. Посмотреть его пришли около 28 тысяч зрителей. Лариса Долина, Лев Лещенко, Григорий Лепс и группа Добро – это малый список тех отечественных звезд, которые вышли на сцену. Нарья Волокжанина вместе со всеми отметила вековой юбилей. Концерт в честь столетнего юбилея Коми отгремел. Немного с опозданием, но праздник состоялся. К нему республика готовилась больше года. Стефановская площадь собрала более полутора тысяч артистов и около 28 тысяч зрителей. Такого у нас точно еще не было. На сцене и местные, и приглашенные звезды. Ведущими праздника стали заслуженный артист России Александр Олешко и лауреат премии правительства Коми Татьяна Зизганова. Открыл праздничный концерт глава Коми Владимир Уйба. История образования, становления и развития республики неразрывно связана с историей нашей страны. Мы ее неотъемлемая часть, часть нашего общего дома, нашей большой страны, России. Коми удивительный, самобытный и прекрасный край. От предков нам досталась земля, богатая природными ресурсами, с уникальными историческим и культурным наследием. Но главное богатство, главное достояние республики – это вы, ее жители, преданные и любящие свою землю, готовые каждый день своим трудом менять жизнь в родном краю к лучшему. Земля языческих племен, мистическая и загадочная, окутанная суровой глушью Северной Пармы – это все Коми-край. В день столетий республики каждый житель смог проникнуться историей Родины, ее культурой, традициями, обычаями и духовным наследием. Коми поклонялись богам воздуха, воды, охоты, огню, солнцу, идолам, животным и деревьям. Легенду о сотворении Коми-земли показал ансамбль «Осек-Ио». Подхватил мифическую линию первый Коми-балет «Ягморт» – достояние республики Коми. Коми – это почти 60 тысяч рек и 70 тысяч озер. Знаменитые столбы выветривания на плато Мань-Папунер – одно из семи чудес России. Святыня древних народов, подножье горы Монорага. Природному наследию на юбилейном концерте особое внимание – лес кормилица. На сцене один из ярких праздников в Коми – День оленевода. Гонки на оленях у пряжках, метание аркана и прыжки через нарты. В восторг не только зрителей, но и ведущих концерта привел северный олень, которого вывели на сцену. Вот оно, буйство красок нашего любимого севера! Боже мой, я никогда еще не видел такого праздника. А можно я сфотографируюсь Олешка рядом с Олешкой? И у него рога мягкие. Ровно сто лет назад, в год, когда появилась республика, впервые была создана сельская труппа артистов и струнный оркестр. Быт Коми-Зырян изучал здесь выдающийся художник Василий Кандинский. Коми – кузница творческих кадров. Тему культуры и искусства нашей республики раскрыла солистка Большого театра России, уроженка города Ухты Ольга Селиверстова. Былая тема Великой Отечественной войны. Коми-СССР – тыловой регион. Неоценимый вклад в победу внесли шахтеры в Оркуты, газовики и труженики лесной отрасли. Трудились все – женщины, старики и дети. За годы войны на фронт из Коми ушли более 170 тысяч человек. В память о тех, кто сражался на Стефановской площади День Победы, спел народный артист России Лев Лещенко. Лев Лещенко не остался в стороне и поздравил всех жителей нашей республики с вековым юбилеем. Мои дорогие сопременники, жители славной трудовой республики Коми, я в этот праздничный день хочу просто сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете. Но все вам до нашего Отечества, до России. Желать вам счастья, здоровья, процветания, такой вселенской любви. И чтобы вы жили в комфорте и в мире. Внимание и молодому поколению. Один из хедлайнеров вечера выехал на сцену прямо на кабриолете – Ваня Дмитриенко. Для молодежи он спел свои главные хиты. Далее о медицине и, конечно, о транспорте. С видеобращением выступил Сергей Сотников. Благодаря ему благополучно завершилась аварийная посадка в Ижимском районе Ту-154. Зрелищной была и проездка по сцене мотоциклистов, байк-клубов республики. Кстати, первый мотоцикл появился в Коми тоже 100 лет назад. После на сцену вышел Григорий Лепс. Исполнитель, кстати, стал частым гостем столицы Коми. «Я счастливый, как никто! Я счастливый лет на сто! Я счастливый, я не лгу! Так счастливый, блин, уйду!» Кто-то знает, я и сам не знаю. Республика Колыбель – победители спортивных соревнований. Особенно в лыжном спорте. Рейса Сметанина, Николай Бажуков, Василий Рочев – наши олимпийские чемпионы. Для всех спортсменов спела народная артистка России Лариса Долина. По темп на сцену вышли и спортсмены из республиканских детско-юношеских спортивных школ. Около двухсот человек. А после в кулуарах артистка поделилась впечатлениями о столице Коми. «Вообще-то я очень давно не была в городе, где порадовалась, что он очень красив, очень зеленый. Люди живут здесь замечательно. Буду рада приехать сюда с сольным концертом. Поздравляю всех, кто населяет эту большую республику с такой грандиозной датой». А после – песня о республике. Ее исполнили Лариса Долина, Александр Олешко, Вера Булышева, Виктория Пыстина, Ольга Сосновская и Лев Лещенко. Это была только первая часть большого концерта. Открыл вторую Александр Иванов и группа «Ронда». «Привет, ребята! С праздником вам, дорогие мои! Со столице в Коми! Счастья, здоровья всего того, что можно пожелать родным и близким людям! Ну как ваше настроение, эй? Сактивкар!» Главный хит «Боже, какой пустяк!» пели все Стефановской. «Боже, какой пустяк! Сделать от нас что-нибудь не так! Выкинуть славу из дома! Старых позвать друзей!» Следующим на сцену вышел наш земляк, ухтинец Андрей Державин. Звезда 90-х и лидер группы «Сталкер». Исполнил всеми любимые песни «Чужая свадьба», «Катя Катерина» и «Не плачь, Алиса». Решил быть поближе к народу, спрыгнул со сцены и побежал к зрителям. И, пожалуй, главным хедлайнером вечера стала группа «Добро». Ждали ее и дети, и взрослые. Начали с трека «Мой путь», закончили, конечно, юностью. Звук поставим на всю, и соседи не спят, под нами внизу, и просидим меня. Финал юбилейного шоу украсил праздничный салют. Его запустили в 23 часа. Яркими искрами небо озарялось 11 минут. Фейерверк начался во время выступления группы «Добро». Как детских снах, где я лечу, мне все по плечу. И мне страшно, и вроде есть, что терять, но так важно. Порой спою отстоять, жизнь покляжет. И я назад не даду и будь уверен. И для конца братства боль не...